В Ак-Тубе жители новостройки, возведенные по госпрограмме, боятся остаться без электричества. Дом, который сдали в эксплуатацию всего три года назад, до сих пор не передали на баланс энергетика. Однако чиновники, принимавшие дом у подрядчиков, заявили, что не несут ответственность за застройщика, у которого уже истек гарантийный срок. Лейла Уэсова выслушала все стороны коммунального конфликта. Без света грозят оставить актюбинских очередников, которые без того не рады новоселью. Эту трехэтажку построили для социально уязвимой категории граждан. Жилье получили инвалиды, сироты и многодетные семьи. Говорят, всего за полтора года здесь накопилось столько коммунальных проблем, что они не успевают их решать. В новостройке течет крыша и топит подвалы, а зимой жильцы замерзают. Окна у нас не сильно заделаны. Когда ветер поднимается, у нас свистит ветер, все, даже спать невозможно будет. Вдобавок не хватает мощности отопительной системы, говорят жители. А ведь дома строились по госпрограмме Нурлежер. Всего здесь проживает 24 семьи. Теплообменники говорят там, внизу в подвале. В общем, они все какие-то негодные, в общем, не по стандарту. Также дом у нас стоит в недине, благоустройства никакого нету. В общем, вода идет во все дыры в подвале. Вот как только дождь, у нас со всех окон идет вода. Но самое страшное, жители трехэтажки грозят оставить без электричества. Оказывается, кабель в новом доме не соответствует нормам и поэтому требуют его заменить. Но кто это будет делать, непонятно. Жильцы такую сумму не осилят. А у застройщика, оказывается, истек срок гарантии. Из-за того, что новоселы не заключили договор с энергоснабжающей компанией, им даже квитанции за свет не приходят. Не могу оплатить за свет. Как заселились, так и не плачу. Даже страшно представить, какой теперь долг. Почему нас в такой дом заселили? Здесь инвалиды живут, многодетные, сироты, а условий никаких. Чиновники же отказываются брать на себя ответственность за чужие недочеты. Уверяют, есть кому решать вопросы жители. Он на балансе, электричество же подойдется, все. Просто там по оплатам они сейчас регулируются. Это КСК и энергосистема должны отрегулировать. Мы свою работу сделали, приняли, передали дальше на баланс. В рамках гарантийных обязательств обслуживали. Сейчас на данный момент этот вопрос стоит. Это с энергосистемой мы созвалились. Энергосистема сказала, что они в адрес КСК направили письмо. Они сейчас там разбираются. Энергетики же выдвинули ряд требований. Жильцы, например, должны за свой счет установить счетчики. Иначе перебои со светом будут и дальше. А все остальные проблемы советуют решать через управляющую компанию. Лайла Уысова, Жумар Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Октубе.